На прошлых занятиях мы с вами познакомились с понятием алгоритма, алгоритмизация, с языками программирования, в целом с парадигмой программирования. Программа — это способ реализации алгоритма на языке программирования, в частности для нас это будет C++. Основная цель любой программы состоит в обработке данных, то есть понятия данные, типы данных, является одним из основополагающих понятий языки программирования. Тема сегодняшнего нашего занятия — типы данных. Мы с вами рассмотрим концепцию типа данных, базовые типы данных языка программирования C++, на примере разберем структуру программных на данном языке. Для данных различного типа хранятся и обрабатываются по-разному. В любом алгоритмическом языке каждая константа, переменная, результат вычисления выражения или функции должны иметь определенный тип. Тип данных определяет внутреннее представление данных в памяти компьютера, множество значений, которые могут принимать величины этого типа, операции и функции, которые можно применять к величинам этого типа. Исходя из этих характеристик, программист выбирает тип каждой величины, используемой в программе для представления реальных объектов. Обязательное описание типа позволяет компилятору производить проверку допустимости различных конструкций программных. От типа величины зависят машинные команды, которые будут использоваться для обработки данных. Все типы языка C++ можно разделить на основные, называющие базовые или стандартные, и составные. В языке C++ определено шесть основных типов данных для представления целых, вещественных, символьных и логических величин. На основе этих типов программист может вводить описание составных типов. Составными типами мы с вами будем знакомиться позже на следующих занятиях. С основным типом относятся такие типы, как целые, символьные, логические, вещественные. При этом символьные у нас могут быть чар, просто символьные, расширенные символьные. Вещественные тоже бывают двух видов. Просто вещественные и вещественные с двойной точностью. Существует четыре спецификатора типа, уточняющих внутреннее представление и диапазон значений стандартных типов. Короткий, шот, длинный лог, знаковый сигнет и беззнаковый фан сигнет. Вернемся к типам данных. Целый тип, тип имп. Размер типа не определяется стандартом, а зависит от компьютера и компилятора. Для 16-разрядного процессора под величиной этого типа отводится 2 байта, для 32-разрядного – 4 байта. Спецификатор шот перед именем типа указывает компилятору, что под число требуется отвести 2 байта, независимо от разрядности процессора. Спецификатор лонг означает, что целая величина будет занимать 4 байта. Таким образом, на 16-разрядном компьютере эквивалентны инт и шот инт, а на 32-разрядном – инт и лонг инт. Внутреннее представление величины целого типа – это целое число в двоичном коде. При использовании спецификатора сигнет старший бит числа интерпретируется как знаковый. То есть 0 – это положительное число, 1 – это отрицательное. Спецификатор ансигнет позволяет представить только положительные числа, поскольку старший разряд рассматривается как часть кода числа. Таким образом, диапазон значения типа «инт» зависит от спецификатора. По умолчанию все целочисленные типы считаются знаковыми, то есть спецификатор сигнет можно опускать. Константам, встречающимся в программе, приписывается тот или иной тип в соответствии с их видом. Символьный тип – чар. Под величину символьного типа отводится количество байт, достаточное для размещения любого символа из набора символов для данного компьютера, что и в условии название типа. Как правило, это один байт. Тип чар, как и другие целые типы, может быть со знаком или без знака. В величинах со знаком можно хранить значения диапазона от минус 128 до 127. При использовании спецификатора ансигнет значения могут находиться в пределах от 0 до 255. Этого достаточно для хранения любого символа из 256-ти символьного набора АСКИ. Величина тип чар применяется для хранения целых чисел, не превышающих границы указанных диапазонов. Расширенный символьный тип – парчатка. Предназначен для работы с набором символов, для кодировки которых недостаточно одного байта, например, Unicode, то есть национальный символ. Размеры этого типа зависят от реализации. Как правило, он соответствует типу шот. Шот, логический тип, или булевый тип называют, принимает значения только True и False, которые являются, слова эти являются зарезервированными словами. Внутренняя форма представления значения, False – это 0, то есть ложь – это 0, любое другое значение интерпретируется как True. При преобразовании к целому типу True всегда имеет значение единица. Типы с плавающей точкой – это Float и Double – вещественный тип или действительный тип. Они немножко по-другому хранятся в памяти компьютера, чем целочисленные типы. Внутреннее представление вещественного числа состоит из двух частей – Мантисы и Порядка. Величина типа Float занимает 4 байта, из которых один двоичный разряд отводится под знак Мантисы, 8 разрядов – под Порядок и 23 под Мантису. То есть 4 байта – это 32 бита. Из этих 32 бит – 8 порядок числа, то есть в какой степени, сколько знаков, 23 под Мантису и 1 под разряд, под знак. Мантисы – это число больше, чем 1,1, но меньше, чем 2,0. Поскольку старшая цифра Мантисы всегда равна 1, она не хранится. Для величин типа Double, занимающих 8 байт, под Порядок и Мантису отводится 11 и 52 разряда соответствия. Длина Мантисы определяет точность числа, а длина Порядка – его диапазон. Все, что мы только что сказали, давайте разберем наглядно на таблице. Мы сказали, что тип Bull, логический тип, занимает 1 байт в памяти и может принимать значение False, либо True, то есть 0, либо какое-то число. Теперь 1 байт у нас занимает типы Char и Unsignate Char. Также сказали, что сигнет-слово можно не писать, по умолчанию принимаем, что сигнет-тип, поэтому если напишите просто Char, ошибка не будет. А вот ArtSignal ставить обязательно. Так чем они отличаются? Знаковый, беззнаковый. Оба хранят по одному байту, вернее, для хранения этого типа нужно по одному байту. Можно хранить символы, можно хранить целые числа в определенном диапазоне. Но теперь 1 байт – это 8 битов. 8 битов – это 8 ячеек памяти. 8 ячеек памяти. Мы можем записать числа, которые представляют собой в двоичной системе счисления. 0, то есть число, состоящее из 8 нулей – это 0. Либо число, максимальное, состоящее из 8 единиц. Если мы число в двоичной системе счисления, состоящее из 8 единиц, переведем в десятичную систему счисления, мы получим число 255. Поэтому под один байт отводится минимум 0, максимум 255. То есть 8 нулей, либо 8 единиц. Вот эти два типа занимают по одному байту, но диапазоны разнятся. Но если вы посмотрите внимательнее, если я по модулю сложу 120 минус 128 и 127, я получу те же 255. Точно так и с остальными типами, которые хранят одинаковое значение, одинаковый размер, для хранения которых нужен одинаковый размер. Вот тут два байта. От 0 до 65535, если это беззнаковый. И если я по модулю сложу, то получу те же 65535. Для типа ING, мы сказали, нет конкретных размеров и диапазон, это зависит от реализации компилятора. Но продолжение таблицы на экране. То же самое, можно рассмотреть разные виды типы данных, знаковые, беззнаковые, и в зависимости от того, сколько объема памяти будет занимать этот тип, мы можем представить, как оно внутри выглядит, и диапазон. Естественно, эти диапазоны звучать не надо, но вы просто должны иметь общее представление, для чего нужен тип данных. Помимо перечисленных базовых типов, все есть еще один базовый тип, тип void. Множество значений этого типа пусто. Он используется для определения функции, которые не возвращают значения, для указания пустого списка аргументов функции, как базовый тип для указателей, для указателей и в операции приведения типа. Программа на языке C++ состоит из функций, описаний и директив при процессоре. Одна из функций должна иметь имя «Майнкласс». Именно с этой функции начинается выполнение программы на C++. Об этом вы уже слышали. Сейчас еще разок остановимся на структуре программы. Существует определенная последовательность, заранее выделены строк кода, которая приведена на экране. Я не могу поставить программу написать вверх ногами, именно в определенной последовательности. Первое. Input.std.abif. Это подключение заголовочного файла для сборки проекта. Это обязательно под Visual Studio. То есть у вас, ваша программа будет состоять не из одного файла, а из низких файлов. И эти файлы будут потом собираться в один проект. Далее. Input. Название библиотеки. Это подключение библиотек. Данный пункт необязательный, но если вы хотите, чтобы ваша программа что-то делала, библиотеку подключать не нужно. UsingNameSpace.std. Использование пространства имен. Является обязательным Visual Studio. Здесь мы указываем, что у нас будет стандартное пространство имен. Главная функция. Made. Эта функция, она должна возвращать результат. Результатом может быть целое число, либо функция может ничего не возвращать, тогда будет в. Внутри функции будет заключаться тело. Я поставила многоточие. Вот тело функции. Это все действия, операции, которые предусмотрены по смыслу нашей задачи, нашим алгоритмом. Main является обязательным. Return 0, или же просто закрывающаяся скобка, если у нас войн, это конец программы, самый последний оператор. Компилятор понимает, что если вы встретили Return 0, или же закрывающуюся скобку, то на этом программа закончилась. Также является обязательным пунктом. Библиотека — это файл, в котором описаны функции и операторы. Для каждой смысловой группы функций своя библиотека. В языке C++ библиотек много, но на первых парах мы с вами будем работать с библиотекой для работы с консолью, то есть с экраном, с клавиатурой, и с библиотекой для работы с математическими функциями. На сегодня рассмотрим только одну библиотеку для работы с консолью, то есть с экраном, с клавиатурой. Библиотека подключается с помощью директива S3, названия include S3. Для нас нужны команды, команды, операторы SIAO, SIN. Это две основные команды, две основных операторов. SIAO — что означает? Console Output. И вот оператор вывода данных на экран. На самом деле, оператор вывода — это вот эти два знака меньше. SIAO — это поток вывода. С понятием «поточный вывод» вы будете знакомиться чуть позже. На данном этапе для нас достаточно, что SIAO — это оператор вывода. Условно. Что можно выводить на экран? На экран можно выводить текст. То есть все, что будет заключаться в кавычках, можно вывести на экран. И все, что у нас в кавычках, будет без изменения выводиться. Можно вывести конкретное значение, которое хранится в той или иной переменке. Следующий оператор — это оператор считывания. У них с экрана мы вводим с клавиатуры на экран, а дальше компилятор будет считывать к себе. SIAO — консоль Input. То же самое. Оператор считывания — это вот эти два знака больше — считывает в консоль. Ну, на первых порах мы будем говорить, что SIAO — это оператор считывания. Можно ввести число одно. Если же нужно будет вводить несколько чисел, то можно вот это показать. Ввести первое число, ввести второе число. Если их много, то дальше ввести и так далее. Endle — оператор перевода каретки на экране на следующую строку. То есть перевод строки. Как вы в Word нажимаете, у вас курсор падает на новую строчку. То же самое. Endle переводит курсор на новую строчку. При выводе. Рассмотрим конкретные примеры. На экране вы видите пустую программу, пустой проект. Проект у меня называется «Пример 1.КИ» в компьютерной инженерии. Файл, где хранится моя программа, имеет расширение SPP. Это файл написан на «СИ». Файл называется так же, как и называется «Проект. Пример 1.КИ». Файл состоит из директивы при процессора. Директива, являющаяся обязательно для Visual Studio. И эта директива собирает наш проект. Главной функцией, которая ничего не делает, называется «Main». В последних версиях дежурции оно по автоматам ставится «TMain». Можно вот этот убрать, знак подчеркния «T» и оставить «Main». Ошибки не будет. Функция должна вернуть целое число. Она возвращает 0. Return 0. Программа закончилась. То есть программа ничего не сделала. Если вы запустите эту программу, то на экране вы ничего не увидите. Просто мелькнет экран. Выполнение и все. Теперь я хочу добавить некоторые действия. Например, мне даны три числа, вернее, два числа, и найти сумму этих чисел. Что я делаю? Я подключаю библиотеку iStream, библиотека для работы с консолью, для ввода данных и для вывода результата на экран. Указываю, что я буду работать в стандартном пространстве имен. Вот эту часть я не меняла. Теперь я говорю, что мне даны два числа А, Б, результат будет С. Числа типа int. Если я вот это int сейчас не укажу, мне программа даст ошибку. Потому что компилятор должен знать, сколько памяти отвести для хранения А, для хранения Б и для хранения С. Я сказала int, и в зависимости от того, на каком компьютере вы работаете, будет либо два байта, либо четыре байта. Первый шаг. sealt A равно. sealt – это команда, которая выводит на экран все, что у меня в кавычках, весь текст без изменения. Вот он выведет. A равно. Дальше я ввожу sinA. То есть он будет ждать, пока я веду число. Я ввела пять. Точно так. sealt B равно. Все, что в кавычках, вот оно мне вышло на экран, без изменения. Дальше вот курсор стоит, он ждет, когда я введу число. sin я ввожу число B, например, я ввела 7. Оно подсчитывает сумму двух чисел 5 и 7. Результат суммы записывает c и выводит c равно значение c. Вот c равно значение суммы 12. На этом моя программа закончилась. Выводит консоль компилятор сообщения. Для продолжения нажмите любую клавишу. Но здесь, что неудобно, мой ответ слился с сообщением компилятора. Вот чтобы этого не было, мне нужно было вот эту программу завершить не выводом информации, а переходом на новую строчку. Вот я дописала Antle. Тот же пример, те же числа. Он мне вывел c равно, вывел значение результата 12 и перешел на новую строчку. То есть курсор упал вниз и уже сообщение у меня вышло с новой строки. Итак, на сегодняшнем занятии мы с вами рассмотрели типы данных. Сказали, что тип данных определяет диапазон допустимых значений. Это вы уже поняли, так как зависит от того, сколько памяти выделяется под хранение того или иного типа данных. Диапазон допустимых операций. Вот на этом немножечко остановлюсь. Если у вас вы работаете с числами, то вы числа можете сложить, умножить, разделить, найти корень квадратный из числа и так далее. Если же вы будете работать с текстом, то два текста сложить можно. Получится новый большой текст. А вот найти корень квадратный из текста уже нельзя. Даже вы не будете это пытаться делать. Но компилятор — это машина, он же не понимает, можно это делать или нельзя. Поэтому типы данных, помимо того, сколько памяти нужно и что там будет храниться, должны понимать, что с этими данными можно делать. Внутренний формат представления мы с вами рассматривали на примере целых и вещественных чисел. То есть если целые числа — это буквально диапазон значения, а если вещественные числа, то это мантисса и знак числа. Ну и рассмотрели структуру программы на языке. Здесь сказали, что программа на сей написанной Visual Studio обязательно должна начинаться с input.stt.ifx. Далее подключение библиотек, указываем стандартное пространство имен. Главная функция — main, которая завершается триггодной скобкой. Перед ней return может стоять, можно пропустить. И само тело алгоритма у нас внутри этой главной функции. На экране вы видите вопросы для закрепления, на которые вам нужно ответить. Изучение операторов языка для написания хороших программ мы начнем на следующем занятии. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...